Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы с вами далее двигаемся по нашему плейлисту и разбираем список глаголов. Да, действительно, если уточнить нумерацию, на самом деле там было одно повторение. И, соответственно, сейчас мы с вами уже переходим к следующему глаголу. Это глагол «готовить» или «готовиться». Это «prepare». И, кстати, вот пока мы пишем, как ты скажешь, «Очень важно не терять концентрацию». Итак, «очень важно», но, разумеется, мы же не можем так сказать, «very important», давайте слова запишем, «не терять», «терять» — это «lose», «concentration», «concentration». Из этого нужно построить предложение «очень важно». Мы говорили «нужна связка», поэтому, получается, «it's very important» — «не терять». Вот «не что-то делать» — это «not to». Получается «not to lose concentration». «Concentration» — несчисляемый артикль здесь не нужен. «It's very important not to lose concentration». И следующий глагол «как раз готовиться», «готовить prepare». «Мне нужно подготовиться к этому экзамену». «Мне нужно». «I need» — «подготовиться» «to prepare» «к этому экзамену». «К». «Мне нужно подготовиться к» — это «prepare for». «Этому экзамену» — «this exam». «I need to prepare for this exam». «Я хотел бы». «Я хотел бы подготовиться к этому тесту». «Я хотел бы». «I'd like» — «подготовиться» «to prepare» «к» — «for» «этому тесту». «For this test». «I'd like to prepare for this test». «Мне нужно подготовиться к» — «prepare for». Следующий глагол это «бы». «Бы» переводится как «would». «Я бы сделал это чуть позже». «Я бы». «I would» — «сдел это». «Dude» — «чуть позже». «Вот чуть» — это фраза «a bit». «Позже» — «later». «I would do it a bit later». В принципе, можно сказать по-другому. «Я бы сделал это немного позже». «Вот немного позже» — это фраза «a little later». «Я бы сделал это». «I would do it» — «немного позже» — «a little later». «А чуть позже» — «a bit later». «Давайте еще раз патронируемся». Итак, такое предложение. «Мы можем сделать это чуть позже». «Мы можем». «We can» — «сделать это», «do it» — «чуть позже». «a bit later». «We can do it a bit later». «Давай» — «обсудим это чуть позже». «Давай». «Let's» — «обсудим это». «Дискуссить чуть позже». «A bit later». «Let's discuss it a bit later». Очень часто встречается именно на выражение «a bit later». И, например, «давай поговорим об этом чуть позже». «Давай». «Давай». «Let's» — «поговорим об этом». «Talk about it» — «чуть позже». «A bit later». «Let's talk about it a bit later». «Далее». «Как сказать?» «Я бы не говорил это». «Я бы» — это «I would». «А я бы не» — «I wouldn't» и глагол. «I wouldn't» — «говорил это». «I wouldn't say it». «Я бы не дел это». «Я бы не» — «I wouldn't» — «дел это» — «did». «I wouldn't do it». Следующий глагол — «заказывать». «Order». «Order». «Я в основном заказываю всё онлайн». «Я в основном». «I mostly» — «заказываю», «order», «всё», «erafin», «online», «online». «I mostly order everything online». «It's very important not to lose concentration». «Prepare». «I need to prepare for this exam». «I'd like to prepare this test». «Would». «I would do it a bit later». «I would do it a little later». «We can do it a bit later». «Let's discuss it a bit later». «Let's talk about it a bit later». «I wouldn't say it». «I wouldn't do it». «Order». «I mostly order everything online». Далее, следующий глагол — «сказать кому-то». «Это глагол tell». «Кому-то именно tell». «Скажи мне эту вещь». «Скажи мне эту вещь». «Скажи мне эту вещь». «Tell me this thing». «Tell me this thing». «Или, например, вопрос». «Ты можешь сказать мне эту вещь?» «Ты можешь…» «Can you сказать мне…» «Tell me эту вещь?» «This thing». «Can you tell me this thing?» «А вот другой вопрос». «Ты можешь сказать это?» «Ты можешь…» «Can you сказать это?» «Если просто сказать, то это «say». «Can you say it?» «Can you say it?» «Я могу сказать тебе, как это работает?» «Я могу…» «I can…» «сказать тебе…» «Tell you…» «Как…» «How…» «Это работает». «It works…» «I can tell you how it works…» «Следующий глагол…» «Исправлять…» «Исправить…» «Correct…» «Correct…» «Также переводится как «правильный…» «Correct…» «Correct…» «Исправлять…» «Исправить…» «Мне нужно исправить эти ошибки…» «Мне нужно…» «I need…» «Исправить…» «…» 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 Следующий глагол преподавать, обучать. Teach, teach. Он преподает английский очень профессионально. Он преподает, he teaches английский, English, очень профессионально. Very, professionally. Very professionally. He teaches English very professionally. Она преподает английский действительно хорошо. Она, she, преподает английский, teaches English, действительно хорошо. Really, wow. She teaches English really well. Давайте здесь также построим более сложное предложение. Преподавание английского – это его профессия. Вот, преподавание английского будет teach in English. Помните, мы с вами же разбирали эту конструкцию. Например, игра в теннис. Playing tennis. Изучение английского. Learn English. Также по аналогии. Преподавание, teach in English – это его профессия. Это – это его профессия, his profession. Teaching English. Is his profession. Tell. Tell me this thing. Can you tell me this thing? Can you say it? I can tell you how it works. Correct. I need to correct these mistakes. You should correct this mistake. Teach. He teaches English very professionally. She teaches English really well. Teaching English is his profession. Следующий глагол – понимать. Понимать. Understand. Understand. Я понимаю тебя вовсе без каких-либо проблем. Я понимаю тебя. Легко понять это. Легко. It's easy. Понять это. To understand it. It's easy to understand it. Следующий глагол – происходить, случаться. Happen. Происходить с – это happen to. Happen to. Это может произойти с нами. Это может. It can произойти. Happen с нами. To us. It can happen to us. Это может произойти со мной. Это может. It can произойти. Happen. Со мной. To me. It can happen to me. Вопрос. Когда это обычно происходит? Когда. When. Это обычно происходит. Это. Does it. Does it. Обычно происходит. Usually. Happen. When. Does it usually happen? Следующий глагол – бегать. Run. Run. Он бегает очень медленно. Он бегает. He runs очень медленно. Very slowly. He runs very slowly. А вот бегать быстро – это устойчивое выражение run fast. Именно fast – это нужно запомнить. Run fast. Он бегает так быстро. Он бегает. He runs так быстро. So fast. He runs so fast. Следующий глагол – пить. Drink. Drink. Я хотел бы выпить чашку чая. Я хотел бы... I'd like выпить. To drink. Чашку чая. Чашку. A cup чая of tea. Мы говорили, что нужно здесь поставить артикль. Если видите, счастливое в единственном числе, принадлежность означает of. Конечно, можно сказать просто I want to drink. I want to drink a cup of tea. Но это звучит грубее. Поэтому обычно говорят именно так. I'd like to. I'd like to. I'd like to drink a cup of tea. Я хотел бы выпить чашку кофе. Я хотел бы... Я хотел бы выпить стакан сока. Я хотел бы... Я хотел бы... I'd like выпить... To drink... To drink... Стакан... A glass... Сока... Of... Juice. I'd like to drink... A glass of juice. Я хотел бы выпить... Стакан воды. Я хотел бы... I'd like... I'd like... Выпить... To drink... Стакан... A... Glass... Вады... Of... Water... Water... It's a стакан молока with a glass of milk. A glass of milk. Understand... I understand you... Without any problems at all. It's easy to understand it. Happen to... It can happen to us. It can happen to me. When... Does it usually happen? Run. He runs very slowly. He runs so fast. Drink. I'd like to drink... A cup of tea. I'd like to drink... A cup of coffee. I'd like to drink... A glass of juice. I'd like to drink... A glass of water... Milk. Следующий глагол. Мочь... Уметь. Can... Can... Я чувствую, что я могу говорить по-английски намного более уверенно. Я чувствую, что... I feel that... Я могу... Говорить по-английски... I can... Говорить по-английски... Speak English... Намного более... Much more... Уверенно... Confidently... Confidently... I feel that... I can speak English much more confidently. Как это сказать? Это устойчивая фраза... Than... Before... Than... Before... Говорят именно так. Также еще иногда встречается... Than... Earlier... Чем раньше... Than... Earlier... Но... Than... Before... Гораздо чаще, поэтому по-молчению используем... Than... Before... Так обычно говорят. Получается, если полностью... I feel that... I can speak English much more confidently than before. Я делаю это намного лучше, чем раньше. Я делаю это... I do it... Намного лучше... Much better... Чем раньше... Than... Before... Than... Before... I do it much better than before. Before... Я вижу, что я знаю английский намного лучше, чем раньше. Я вижу что? I see that... Я знаю английский... I know English... Намного лучше... Much better... Чем раньше... Than... Before... I see that... I know English much better than before. Мне кажется, что ты знаешь английский намного лучше, чем раньше. Мне кажется, что... It seems to me that... Ты знаешь английский... You know English... Намного лучше... Much better... Чем раньше... Than... Before... It seems to me that... You know English much better than before. Before... Еще один пример... Это... Это... Намного лучше, чем раньше. Это... Это... It's... Намного лучше... Much... Better... Чем раньше... Than... Before... It's... Much better than before. My friends... Thank you very much... We continue this very important playlist. You know... 下 latest... First... О... I want to record with... Third... First... Продолжение следует...